Полигон ненужных вещей в жилом доме. Мусорку из квартиры устроили жительницы поселка Новоуральский Таврического района Омской области. Имена двух женщин, они, к слову, мать и дочь, и известны на всю округу. Дело в том, что помещение не принадлежит женщинам. Их туда, по доброте душевной, вселил местный житель. Три года назад у любительниц хлама сгорел дом, и односельчане помогли погорельцам. Благими намерениями, как известно, выслана дорога, в нашем случае, к сюжету. Вот эта улица, вот этот дом, а вот и добродушный Николай. Только сил терпеть соседство, особенно когда женщины не платили за коммунальные услуги, не хватило. Николай подал исковое требование о выселении гражданок. Но женщины и не собирались покидать территорию. Сегодня приставы исполняют решение суда. Выселяют дам, которых нет, видимо, вышли по делам. Дверь открыл владелец. Все ахнули. От порога прихожих, в каждой из трех комнат, в туалете, в ванной, комнате и на кухне, нагромождены горы мусора. Соседи этих коллекционеров устали ругаться. Эти мухи все, все мошки все у меня были. И даже череви были на площадке, ползли ко мне все от них. Вонище. С ведра бы носят вообще, дышать нечем в подъезде. Вообще, мне уже надоело вот так все за эти года. Пять лет, наверное, или сколько они уже здесь, я не знаю, даже четыре или года. С тавричанки внесут сумки по пять, по шесть пакетов. Вот и все. Вот как можно сказать, как жить? Мы ругались с ней. Она матом посылает нас. Она с нами близки. Мы никто для нее. А вот и одна из недружелюбных дам. А где ваша мама сейчас находится? Не знаю, без понятия моя мама. Моя мама ни рыба, ни мясо. Замерзнет? Я не прятала. Я не прятала. Где-то жена здесь. Ну, видимо, замерзнет бабушка. А вот мясо. Поскандалила, но решение суда исполнила. Валентина начала с разбора мусорных завалов. В течение нескольких часов, не без помощи односельчан, женщина выносила из квартиры хлам, который она считает ценными вещами. На улице маму с дочкой не оставили. Администрация выдала дом в этом же поселке. За счет средств местного бюджета подвели водоснабжение, сделали ремонт. Но женщины оказались капризными. Осмотрев новое жилище, остались им недовольны. Переезжать сюда не хотят. Знают, что есть более приличный вариант в новом доме. Да, действительно, новое жилое помещение есть в поселке, но оно не принадлежит администрации на Уральско-сельского поселения. И в связи с чем глава администрации сельского поселения не имеет права распоряжаться этим жильем. Поэтому Протасовым выделено единственное жилое помещение жилищного фонда поселка, которое на данный момент свободно. Пока в этот дом Протасовы так и не переехали. Заняты разбором мусора в прежнем жилище.